Дорогие друзья, здравствуйте! С вами футбольное обозрение, я Евгений Монархович. Сегодня нашу передачу мы начинаем в средней школе номер 5. 23 мая в среднюю школу номер 5 приехала Славия Музырь. А вместе с ней и праздник футбола, который привезла с собой наша команда. И ученики, учителя, футболисты, представители тренерского, административного штаба профессиональной команды столицы Аполлесия в одночасье стали единым целым. Каждая минута совместного общения, викторин конкурсов и эстафет взаимно обогащала как гостей средней школы номер 5, так и хозяев государственного учреждения образования, которая, как нам кажется, с великим уважением и любовью относится к футболу в целом и Славии Музырь в частности. Да, я очень сильно мечтаю стать футболистом. Я прихожу на каждый матч Славии Музырь. Славия Музырь для меня представляется сильной и мощной командой. Мне очень нравится. Славия Музырь – это мозырьский клуб футбола. Мне он очень нравится, потому что там веселые, хорошие игроки. Я им хочу пожелать удачи, чтобы они выиграли. При этом было встретить одной из самых преданных поклонниц футбольного клуба Славии Музырь – Валерию Стоума. Ее мы неоднократно видели на матчах нашей команды, в том числе и на гостевых поединках. И, кстати, как считает сама Валерия, полезны ли такие встречи в футбольном клубе с своими юными зрителями? Конечно, но видно, по конкурсам все стараются, хотят выиграть. Конечно, в нашей школе стараются ходить на каждый матч Славии Музырь, особенно который дома. Все заинтересованы в нашей школе к футболу и к здоровому образу жизни. Приятные слова в адрес футбольного клуба Славия Музырь со стороны руководства средней школы номер 5. Мы всегда рады видеть гостей в нашей школе, но и сегодня, как видно в сюжете, мало того, что радуемся мы, взрослые, но сегодня очень радуются дети. Поэтому таких гостей, как Славия Музырь, мы готовы встречать каждый день, для того, чтобы они приносили радость, тепло, подарки, интересное, хорошее настроение нашим учащимся. Впервые в праздник футбола, который проводит Славия Музырь, конулся Валерий Синько, наш новобранец, талантливый спортсмен, оценивший, как нам кажется, значимость подобных встреч. Ну, конечно, это очень хорошо, очень классное мероприятие. Главное, что детям нравится, они счастливы. Вся школа пришла, все смотрят. Ну, люди видят, что и дети, что футболисты приезжают, им нравится, они занимаются интересными упражнениями. И, то есть, я думаю, это классно детям. Нам интересно посмотреть, пообщаться, болельщики юные. Некоторые знают нас. То есть, очень важное мероприятие, считаю. Непременным участником праздников футбола является Иван Игоревич Крутов, который с большой теплотой относится к подобным встречам, чувствуя их важность и предчувствуя удачную игру. После такого заряда положительных эмоций, какой получают игроки и тренеры, представители подобных мероприятий после общения со своими юными маленькими. Я думаю, это хорошая традиция, ее стоит поддерживать и продолжать. В том году она и нам приносила определенную удачу, после таких встреч мы не проигрывали. Это взаимный такой позитив. Заряжаемся от детей, поэтому я думаю, что это продолжится и положительно влияет, как и на учащихся на школы, так и на нас, на футболистов, на тренеров. Как полагается, здесь же и Вадим Николаевич Тябус, начальник отдела развития молодежного футбола футбольного клуба «Славия Мозырь». У него мы поинтересовались успехами юношеских команд, нашего родного и любимого клуба, играющих в Перенской Беларуси среди своих сверстников. Перенство подходит к концу, 18-19. Осталось у некоторых команд по две игры, некоторые заканчивают 2-го числа 2004 год, заканчивают домашней игрой. В 12 часов они играют со Слуцком. В 2001-й у нас осталась одна игра на выезде в Ислыче. С Ислыче это будет игра, можно сказать, за место. Займем мы или третья, или четвертая группа, и скорее всего, что мы попадаем в пульку финальную. Календаря в финальной пульке еще пока нету, сообщим попозже. В 2002-2003 у нас календарь немножко такой сложный. Сейчас две игры выездные. Выезд, получается, 25-го игра со Смолевичами и 27-го с торпедо «БелАЗ». Заканчиваем 8-го числа с Днепром-Могилевым. Что касается сборных команд нашей страны, то кто из воспитанников футбольного клуба «Славия Мозырь» получил приглашение пополнить состав национальной команды Республики Беларусь? В молодежную команду приглашены у нас Петренко, Артем, Яшевченко, Глеб. Основную команду приглашена к играм отбора, получается, наш воспитанник Лаптев Денис. Отметим работу, которую провел отдел маркетинга футбольного клуба «Славия Мозырь» по подготовке и проведению замечательного детского праздника в средней школе номер 5. В этом году мы очень рады продолжать данную форму работы, именно посещение учреждения образования. Так как, в первую очередь, это положительные эмоции для детей, для учителей, для администрации школы, для нас. А во вторую очередь, это популяризация здорового образа жизни, это популяризация такого игрового вида спорта, как футбол. В этом году мы начали со средней школы номер 5, и пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность администрации школы за теплый прием, за организацию и за наше совместное сотрудничество. Запланированы также встречи в других школах, надеемся, что в каждую мы приедем с очень интересной программой. Но с какой периодичностью все это будет происходить, зависит от, в первую очередь, нашего тренерского штаба и от футболистов, так как в составе нашей делегации есть футболисты как дублирующего, так и основного составов. Но мы будем стараться, чтобы это было как можно чаще. Интервью с Викторией мы записывали на следующий после футбольного детского праздника день. В преддверии встречи девятого тура Беларусьбанк, чемпионат Республики Беларусь по футболу, сезона 2019 года Стартиквант Высшей Лиги. И тут тоже встречались интересные собеседники, юные болельщики футбола и футбольного клуба «Славия Узри». Я хожу на матчи и думаю, что сегодня Славия выиграет. Болельщики со стажем были осторожны в прогнозах, предполагая упорную борьбу в каждом матче чемпионата страны 2019 года. Конечно, нельзя расслабляться, что показал и прошлый домашний матч с Минском. Хотелось бы такой же уверенной игры, но чтобы не допускали такой нервной концовки. Отметив, что дубль «Славия Узри» в нем ранее со счетом 3-2, выиграл своих соперников из «Минского торпеда». Два гола забил Дмитрий Кривошеев и еще один Редван Мемешев. А также то, что наша команда находится на девятой строчке турнира «Таблица перенства», имея виду дубль. Перейдем к встрече главных команд футбольных клубов «Славия Узри» и «Торпеда Минск» и состав нашей команды на эту встречу. Родион Симок, Руслан Ходоркевич, Юрий Пантий, Игорь Костров, в этой встрече вновь выведшие на поле команду с капитанской повязкой. Юрий Недошковский, Владислав Жук, Андрей Чухлей, Никита Мельников, Денис Ковалевский, Артем Петренко и Максим Слюсар. Отметим, что впервые в сезоне Артем Петренко вышел в основном составе главной команды своего клуба и, забегая вперед, скажем, что свой шанс 34-й номер красно-белых использовал сполна. Но обо всем по порядку. Если говорить о начале первого тайма, то гости старались ни в чем не уступать. Минск, хозяевам стадиона «Юность», которые всеми силами стремились порадовать своих преданных поклонников, которых собралось на матче около двух с половиной тысяч человек. При этом было видеть на матче и приезжих любителей футбола. Они специально прибыли из Минска, и немногие клубы, приезжавшие в столицу Полесья, могли похвалиться такой поддержкой, какая была у столичного торпеда. Что до активных болельщиков Слави Мозырь, то здесь тоже все было на высшем уровне. А вот завершающие стадии атак Мозырян порой были далеки от совершенства. Мяч не всегда летел по заданной траектории. И что тут говорить? Цифры на табло оставались первоначальные 0-0, а это говорит о преимуществе обороны над атакой. Как всегда в упорном матче велась борьба, порой чрезмерно жесткая, что приводило к штрафным ударам, как в данном случае, когда сбили Андреевич и Лея, когда тот прорвался к штрафной площади автозаводцев. К сожалению, для команды хозяев поля и у болельщиков штрафной удар не привел голого рот-тропеда. Хотя к удару наши футболисты готовились обстоятельно. Мало-помалу преимущество подопечных Михаила Алексеевича Мартиновича стало обозначаться частными атаками, ударами по воротам. Правда, до поры до времени эти удары не достигали цели, но их появление было сродни намеку на гол, который назревал. Активен был Артем Петренко, один из немногих футболистов белорусского чемпионата, любящий и умеющий идти в обводку. Его скорость, заряженность на гол в данном случае к успеху не привела. К тому же 34-й номер Слави Мозырь давал передачу Никите Мельникову. А вот здесь, через минуту после того эпизода, случился следующий момент, когда уже Никита Мельников отдал пас Петренко, и наш, еще молодой, 2000-го года рождения футболист, проявил свое острое чувство гола и забил из ситуации, которую голевой, кроме Артема, и мало кто рассматривал. 1-0. И еще раз полюбуемся голом Артема Петренко, воспитанника полейского футбола, первый тренер Юрий Михайлович Макарин и Антон Александрович Полуянов. После того, как счет был открыт, игра стала свободней. Во-первых, потому что торпеда была вынуждена идти вперед. А во-вторых, преимущество в счете позволяло Славе Мозырь играть с определенным запасом, что ли. Ну и болельщики на стадионе «Юность», преободрившись, еще активнее переживали за свою любимую команду. Она, сыграв аккуратно в обороне, оставила свое ворота в неприкосновенности. И по занавес тайма едва не забила еще один гол в ворота торпедовцев. Владислав Жук, Игорь Костров, Руслан Ходоркевич и его быстрый продольный пас на Юрия Панте, но на сей раз обороны торпеда была хороша. И до перерыва счет так и не изменился 1-0. Команду ушли отдыхать, получать наставление тренеров, а после четвертьчасового антракта, который пролетел довольно быстро, начался второй тайм, и его команды начали в первоначальных составах. Единственное, гости добавили жесткости, что не раз и не два заставляло наших игроков курчиться от боли на газоне. Но, к счастью, обходилось без травм. А что до боли, так это футбол-мужская игра, порой не терпящая сантиментов. Вот еще один момент, и снова Никита Мельников оказался в роли пострадавшего, но тогда судья не показал карточку фалившему торпедовцу. А здесь уже угловой удар нашей команды, который после нескольких отскоков едва не превратился в гол, но хорошо сыграл вратарь автозаводцев Артем Леонов. Неплох кипергостей был и при исполнении последующего углового удара. А это уже первая и, кстати, единственная карточка желтой в этом матче. Павел Клиньо чрезвычайно опасно блокировал проход Владислава Жука, что не могло остаться без строго вердикта арбитра. Шла 53-я минута игры, счет был по-прежнему 1-0. И хоть голов не было, матч смотрелся. А голы, порой казалось лишь чудом, их количество не увеличивалось. И тем же торпедовцев стоит пенять только на самих себя. У них были шансы сравнять счет, но они ими не воспользовались. На 66-й минуте в составе нашей команды случилась первая замена. Вместо Максима Слюсера на поле вышел Игорь Воронков, пропустивший из-за повреждения несколько матчей Слави и Мозырь. Но снова наш опытный игрок в строю, и так же, как и раньше, Воронков решительно устремлялся к мячу. Красочно играл и вратарь гостей в одном из эпизодов матча, действовавшей как заправский защитник. Вообще, в те минуты матча, когда один гол мог, как уравняя ситуацию, так и до предела ее обострить, болельщики, затаив дыхание, следили за событиями на поле. Тренеры, в свою очередь, старались внести в игру подопечных необходимые коррективы. 73-я минута, и Александр Ануфриев смеял Никиту Мельникова. А еще через 4 минуты случился второй голос Лави и Мозырь в этом матче. И перепасовка нашей команды привела к дальнему удару Дениса Ковалевского отличные скидки головой Александра Ануфриева и разящему удару Артема Петренко, забившему очередной гол в нижний угол ворот 2-0. Браво, Славия Мозырь! И настоящий бенефис Артема Петренко. Причем это дубль первой в карьере нашего талантливого игрока в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь. Что тут скажешь? Браво, Артем! И браво, тренерский штаб Славия Мозырь, который выждал время и выпустил словно джина из бутылки молодого игрока, который, кажется, использует свой шанс. Были у нашей команды возможности еще больше увеличивать преимущества. Причем опасные удары от наших игроков исходили как вблизи торпедовских ворот, так и штрафной площади черно-белых. К чести команды гостей она не опустила руки и старалась для начала сквитать хотя бы один гол. Наша команда, помятую о последних минутах прошлого домашнего поединка с Минском, не теряла концентрацию ни на секунду. На 83-й минуте состоялась последняя замена в составе Славия Мозырь. Вадим Курлович заменил Артема Петренко, настоящего героя матча. Здесь интересна комбинация начавшаяся ввода мяча в игру Городионом Семку. Быстрый переход в атаку и сразу несколько гребных возможностей. Но блестящий в данном случае действовал вратарь торпеда. Он не позволил в третий раз мячу попасть в сетку в рот команды гостей. Александр Ануфриев, наверное, долго будет вспоминать свой удар, который должен был стать результативным, но таковым удар нашего восьмого номера не оказался. Пожалуй, этот момент был самым острым в концовке матча, который завершился с отсчетом 2-0 в пользу Славии Мозырь. Еще раз отметим Артема Петренко, который, возможно, именно к этому матчу тренировался с особым вдохновением. И два забитых гола достойна награда за ратный труд. Да нет, я тренировался, на каждую тренировку выкладывался, ждал своего шанса. Ну вот, мне тренер предоставил шанс. Спасибо тренеру. Накануне матча стало известно, что Артем приглашается в молодежную сборную Беларуси для подготовки матча с Гибралтаром. И наверняка после этого поединка, поединка клубных команд, главный тренер сборной команды Михаил Михайлович Мархель, не пожалел о своем выборе относительно Артема. Ну, сборная вообще собирается со 2 июня по 8. 8 числа мы играем со сборной Гибралтара. Ну, мы собираемся, это как отборочный на евро. То есть официальная игра будет. Сразу после интервью Артема буквально атаковали поклонницы. А мы, Асави Галеодора, и заметив, что в сборную команду приглашен еще один футболист Славий Мозырь, Глеб Шевченко, поспешим на пресс-конференцию, которую начал главный тренер Торпеда Минска. Ну, скажем так, очевидные вещи. Первый тайм у нас не получился. Пропустили гол, пытались во втором тайме ситуацию исправить. Пошли большими силами вперед. Были моменты для того, чтобы сравнять счет матча, добиться положительного результата. Но, к сожалению, получили второй, потому что появились свободные зоны, и команда Слави Мозырь умела ими воспользоваться. В итоге 0-2 наше поражение. Хотел бы отдельно поблагодарить фан-сектор. Неблизкий свет. Ребята добрались. Была слышна их поддержка. То, что они делают для нас, это очень ценно. Мы это ценим. Еще раз хотел бы их поблагодарить. Осли – комментарий матча от нашего главного тренера. Хорошая игра, вязкая, в исполнении двух команд. Разбирали соперника, знали, как они действуют организованно в обороне. На мой взгляд, это, наверное, одна из самых организованных команд по игре в обороне. Меньше у них получается в атаке, но в обороне здорово перестраиваются. Знали, что будет тяжело вскрыть оборону соперника. В принципе, то, что к чему готовились, то и получилось сегодня на футбольном поле. Опять-таки же, можно сказать, что дома играючи больше нам приходилось в атаку, создавать моменты и предпосылки. И хорошие моменты были у наших футболистов. Поэтому гол, как большому счету, назревал. Я думаю, что он, может быть, немножко нелогичный, но пришел свое время. Но далее уже, опять-таки же, наигранный сценарий команде соперника приходится отыгрываться. Нам, наоборот, искать свободные зоны за спинами защитников. Что с успехом, в принципе, во втором тайме у нас и получилось. Мы смогли, по большому счету, так и увеличить преимущество. Хотя не обошлось и безопасных моментов у наших ворот. А так, считаю, команда, которая, достаточно, говорю, здорово выглядит. И я думаю, что еще заберет очки не в одной команде. Кроме матча в Мозоре, Беларусь-Банк чемпионат Республики Беларусь по футболу сезона 2019 года среди команд высшей лиги включал в себя следующие спортивные баталии. Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет Динамо Брест. Далее с отставанием в два очка Борисовский Батэ и Солигорский Шахтер. 26 мая завоевавший Кубок Беларуси. Со счетом 2-0 Багра в финальном матче Витебск. Возвращаясь к чемпионату страны, отметим седьмое место после девяти туров нашей Славии Мозырь. Которой на этой неделе предстоит непростое испытание в матче 10-го тура, начинающегося в последний день мая двумя матчами. Ислащ, Торпедо Белас и Шахтер Днепро. В первый день лета три матча Энергетик БГУ Городия, Витебск, Динамо Минск и Гомель Батэ. А 2 июня следующие встречи. Торпедо Минск, Минск, Слуцк, Динамо Брест и наконец в Гродно местный Неман принимают нашу Славию Мозырь. Начало игры в 19 часов 45 минут. Место проведения центральный спортивный комплекс Неман. Ну что ж, дорогие друзья, победа одержана и традиция продолжена после футбольных праздников. Славия Мозырь еще не проигрывал, надеемся, так же будет и впредь. А на сегодня это все с вами было футбольное обозрение Евгений Минархович и Эрек Фиснер. Любите футбол. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова